Доброго времени, уток! С вами по-прежнему Арталаски и в этом видео мы с вами нарисуем персонажа для 2D RPG с видом сверху. Прежде чем мы начнем, я рекомендую вам посетить сайт unitystudy.ru, на котором вы найдете совершенно новые курсы и эффективную западную методику обучения. Все записано на новой версии Unity. Вы научитесь создавать свои игры с нуля, писать скрипты, рисовать графику, публиковать свои игры в стиме и мобильных маркетах, а также сможете претендовать на должность юниор-разработчика Unity 3D. Ну и конечно, все мои подписчики получат дополнительную 10% скидку на все курсы по промокоду ARTALASKI. Большая часть видео на этом канале посвящена все-таки, конечно, графике для платформеров и надо это дело немножко разбавить другим жанром, о чем мы, собственно, сегодня и займемся. Размер выбираем, допустим, 128 на 128, но сейчас это, в принципе, не принципиально. Нам просто нужен небольшой такой холст с запасом и, пожалуй, что я первым сделаю, это через сочетание Ctrl-U вызову вот такую менюшку от цвета и насыщенности и немножко убавлю яркости, чтобы по глазам этот белый цвет не бил. Особенно это актуально в ночное время. Создаем новый слой, выбираем карандаш. Многие задают вопрос, почему они рисуют пиксельной кистью, но у них все равно вот так вот не по сетке и появляются вот такие вот размытости. Я уже во многих видео объясняю, что надо выбирать не кисть, а вот этот вот карандаш. Он привязан к одной и той же клавише, горячей это английское B. И он уже у вас не будет оставлять никаких вот таких вот размытий. Это очень важно. И, значит, сначала нам нужно определиться с размером нашего персонажа. Традиционно это обычно либо 16 на 16, либо 24 на 24, либо 32 на 32. Но реже уже можно встретить 48 на 48. А я думаю, мы уложимся сейчас в 32 на 32. Сделаем вот такую простую махинацию, то есть создадим новый документ, закрасим его черным цветом, выделим все через Ctrl-A, скопируем через Ctrl-C и просто вот сюда его скопируем. И у нас будет, так сказать, такая зона, в пределах которой нам нужно нашего персонажа создать. А есть, в принципе, еще более простой вариант. Ну, для кого простой, для кого нет. Это через сочетание клавиш Ctrl-K. Мы открываем настройки Photoshop и здесь заходим в сетки, направляющие и фрагменты. На английском, сами видите, как это пишется. И здесь мы выставляем, что у нас линия гридлайна, то есть линии нашей сетки, будут повторяться каждые 128 на 128 пикселей. То есть сейчас, если я включу сетку, а я ее не увижу, потому что у меня сам по себе размер 128 на 128. Давайте его сделаем побольше. И сейчас мы эту сетку, в принципе, уже видим. Вот, но можно сделать по-хитрому. Можно поставить здесь, конечно, просто 32 на 32 пикселя. А можно сделать немножко по-другому. Потому что чаще я все-таки работаю с более крупными разрешениями. Я здесь ставлю 128, но вот здесь, Subdivisions, ставлю 2. То есть эти 128 у нас разделятся на 2, и у нас получится здесь как бы по 64, кажется, или по 32. Нет, по 64. Давайте даже сделаем 3. А еще лучше 4. Отлично. И у нас теперь получается каждая вот эта клетка 32 на 32 пикселя. Вот. Ну, думаю, с этим разобрались. В принципе, нам уже этот и не нужен даже. Только мы снова создаем новый слой. Напоминаю, что это сочетание клавиш Ctrl-Shift-N. Появляется вот такая менюшка. Нажимаем Enter, либо здесь ОК. И начинаем. Здесь выбираем черный цвет. Я обычно сбрасываю горячие клавиши X в рук, горячие клавиши D. X меняет их местами. Мы этим тоже сейчас будем пользоваться. Приближаем. И, о, господи, что делать дальше? Это же целый, пугающий, почти белый лист, на котором что-то надо нарисовать. Фантазия резко куда-то улетает. И все планы на шедевр куда-то так резко улетучились. Но, на самом деле, все довольно просто. Мы начнем делать простые вот такие вот квадратики. Кстати, через зажатый Shift. Нажимаем горячую клавишу E, чтобы выбрать ластик. И здесь тоже обязательно выбираем режим карандаша Pencil. Иначе у нас будут такие же размытости. Вот так. Вот. Все красиво. И теперь мы пока здесь немножечко скруглим. По сути, это уже почти готовая голова. Нам осталось только приделать сюда руки, ноги, тело. Нарисовать еще кучу разных деталей. Но это все не страшно, потому что мы сейчас все это сделаем довольно быстро. А мы, по сути, добавляем такой же, почти такой же прямоугольник. И тоже его немного скругляем. Почти уже готовы ноги. Но это, опять же, это самый простой вариант. И для 32 на 32, в принципе, мы немножко много взяли. Но это не страшно. Надо же с чего-то начать. И да, ему, кажется, еще не помешали бы руки. И, в принципе, с этим уже можно работать. Но это слишком просто. Нам это не интересно. Это вы можете и сами. И, кстати, было бы неплохо его сделать по пропорциям в две головы. То есть, вот у нас одна голова, вот у нас вторая голова. А это значит, что нам нужно тело немного вот сюда переместить. Может, даже ноги сделать подлиннее. Так, нет, это слишком ультрамодный штаммей. Почти готово. То есть, нам, по сути, надо уложиться в высоту вот этих вот двух уголов. Можно, в принципе, и поменьше. Но ненамного. В принципе, не страшно, если при таких размерах ваш персонаж будет казаться немножко сплющенным. Как будто на него кто-то сел и слегка так придавил. В принципе, это нормально для таких размеров. Вот. И ему теперь бы только нормально приделать руки. И все будет огонь. Так, ну, в принципе, уже тоже что-то интересное. Это можно оставить. А можно сделать их чуть-чуть повыше и чуть-чуть побрутальнее. Думаю, что как раз вот такой вариант будет смотреться неплохо. Вот, отлично. А можем даже попробовать здесь сделать намек на детализацию. Но, кажется, кажется неплохо. Ну, в принципе, в этом есть смысл. Это мы все отодвигаем. Это прошлый век. Что нам делать с ним теперь? Ну, теперь, по сути, мы можем ее как-либо детализировать. Либо еще немного помучать ему формы. То есть, можем вот так ему сделать более овальную голову. Но, кажется, это уже перебор. А давайте немного сплющим. Вот так. И, пожалуй, даже опустим. На пиксель ниже. Но, кажется, нет. Это была плохая идея. Хотя бы... Надо с этим что-то придумать. Например, что-то вот такое. Ну, вот. Уже более детализировано получилось. Но вот такая форма больше подойдет для каких-нибудь скелетов, что ли. Для нормальных пацанов лучше все-таки сделать вот так. Но немножко сливается. А я все-таки люблю делать так, чтобы чисто по контуру уже было понятно. Чтобы было уже все понятно. А сейчас пока что не очень понятно. В принципе, можно и так. Или вот так. То есть, как видите, варианты кастомизации уже на этом этапе достаточно неплохие. Но я, пожалуй, оставлю его в таком виде. И сейчас он у нас получился ближе по размерам к 16х16. Но даже скорее 24х24. Что нам делать, если мы хотим все-таки его вписать в 32х32? По сути, нам нужно будет просто сделать больше головы. И, кстати, чтобы не рисовать ее руками, мы можем воспользоваться уже готовыми, заметьте, пиксельными, в режиме пикселей, готовыми примитивами. И это значительно нам упростит работу. Но такие варианты уже будут немного сложнее, потому что они требуют к себе больше деталей. А для новичков это будет довольно проблемная штука. Как бы попробовать можно, да. Но не факт, что из этого что-то хорошее получится. Потом мы все это дело так же скругляем, чтобы у нас уже чисто по силуэту было понятно, кто перед нами. Далее можно провести такую маленькую хитрость, выбрать волшебную палочку, горячая клавиша W. Смотрим, чтобы у нас здесь не стояло сглаживание. Эу, вот так. Выделяем. Идем в Select, и нам нужно сжать на один пиксель. И у нас выделение сжалось на один пиксель. Нажимаем Delete, и у нас получается вот такой вот контур. Теперь мы просто подрисовываем здесь детальки. А можем они подрисовывать, конечно. Вот, но общаясь с такими пропорциями, можно было уложиться и в такой размер. Вот, но опять же, тут кому как проще. Кому-то проще начать с большого размера, и потихоньку его так ужимать. То есть, в пикселях, так сказать, есть много разных способов сделать это пиксельным, и это, в принципе, один из них. То есть, я уже думал, что эта голова для него не очень подойдет. И мы сделаем ему новую голову. Так, это уже поинтереснее, это уже похоже хотя бы на Патрика из губки Боб. Ладно, ладно, я вас понял. Вот, ну, стоит все-таки, я думаю, добавить ему немного округлости, чтобы это было немножко повеселее. Вот, и в принципе, он уже похож на нормальную такую голову. Вот так. Ну, что ж такое. В принципе, можем даже его немного приподнять. То есть, опять же, немного изменить ему пропорции. Соответственно, подтянуть ему ноги. и немного опустить руки. И вот такая вот прям рама у нас получилась. Можно еще попробовать ноги повыше поднять. То есть, самое сложное, это просто придумать, так сказать, контур, основную форму персонажа, а все остальное уже потом пойдет попроще. Так, и столкнулись с такой проблемой, что мы не можем здесь стереть, потому что у нас штрих привязывается четко к сетке. Это, в принципе, можно отключить вот в этой вот менюшке. То есть, здесь убираем галочку, если она у вас стоит, и все будет нормально. Но прежде чем мы начнем уже, в принципе, его детализировать и раскрашивать, можно сделать еще немного другой вариант. Давайте вот так же продублируем. Мы так же его впишем в рамки 32 на 32, но немного изменим ему пропорции. А сейчас он у нас примерно на две головы выходит, на две с половиной даже. Вот так, чтобы было правильней. То есть, немножко у нас здесь не подходит. И, в принципе, если ему сделать голову больше, то результат может получиться намного интереснее. Более похожим будет на вот эти вот японские РПГ-шки. Но, правда, там пропорции также идут на две головы. Поэтому нам нужно сделать хотя бы вот так. еще лучше, даже вот так. Ну и, конечно, не забываем ему уши приделать. вот, это уже больше похоже на правду, но, опять же, можно сделать ее еще больше. Поэтому давайте также все это дело отодвинем. теперь видим, что у нас достаточно сплющенная получилась. В принципе, мы это сейчас исправим таким образом, что просто ее вытянем. вот так. Давайте немного теперь загладим и получаем уже более правдоподобный вариант. Но в японских РПГ-шках зачастую руки сделаны не вот таким образом, а как раз вот как здесь, в разные стороны. собственно, мы этим сейчас тоже и займемся. Сделаем пошире плечи. ноги, естественно, опустим, потому что не забывайте, что у нас здесь все-таки вид сверху, и поэтому интересный прием еще часто можно встретить, что голову просто вот так вот смещают, ноги вот так вот укорачивают, и получается как бы такая проекция вида сверху, что, в принципе, тоже абсолютно имеет смысл. Потом мы пока это делать не будем. Мы уже почти изначально рисуем в такой проекции, и нам осталось только здесь добавить более грамотно нарисованные руки, и все будет огонь. давайте даже сделаем так, чтобы они не заходили на тело. Вот так. А с другой стороны мы это просто продублируем. так, ну и в принципе единственное, что меня здесь сейчас смущает, это то, что у него ноги в растопырку в более классических рпг-шках они все-таки так вот сдвинуты поближе. Это нам дает еще немного места для рук. в принципе можно даже сделать еще плотнее, примерно вот таким вот образом. Вот так. Может даже было и лучше, но так сказать, классика, она и есть классика. Итак, что нам теперь со всем этим делать? Прежде всего подобрать тот стиль и вариант, который нам подойдет больше всего и немножко его отредактировать. Я все-таки больше склоняюсь к своему такому вот варианту, не совсем классическому. Кстати, что касается классики, ее можно еще немножко видоизменить. Давайте это тоже быстренько сделаем. Вот примерно так это будет выглядеть, но еще мы не учились в тот момент, что по-хорошему здесь еще нужно добавлять различные детали, как, например, волосы или какие-нибудь аксессуары. Но в крайнем случае всегда можно что-нибудь подредактировать. А я выбираю свой вариант. прячу слой с остальными вариантами и добавляю его на основной наш новый слой. И теперь что нам нужно сделать? В принципе, я предлагаю сразу же нанести ему цвета, но если у вас с цветами пока все плохо, закрасить его хотя бы черно-белыми цветами, потом уже подберете оттенки. А нам по сути понадобится всего три оттенка. Это темно-серый либо прямо совсем темно-серый и достаточно светло-серый, практически белый. Самым светлым цветом мы закрасим лицо, только отключим здесь сглаживание. более темным цветом закрасим туловище и совсем темным цветом уже закрасим штаны. Так, здесь у меня толерантность стоит слишком большая, поставим на единицу, отлично. конечно в следующих видео мы все это дело будем разбирать гораздо более подробно с подбором цветов, с пропорциями и с прочими тонкостями, потому что в одно видео это конечно все не уместить, а это сейчас было просто такая демонстрация чтобы уже после этого видео вы хотя бы примерное представление имели что делать дальше после того как нарисуете вот такие контуры пока что советую вам как раз потонироваться их рисовать причем самые разные формы возможно вы найдете какие-то довольно интересные варианты которые вам самим даже понравится и если эта тема вам действительно интересна обязательно напишите об этом в комментариях какие вообще элементы какие персонажи и какую графику вам интересно было бы научиться рисовать в таком виде в такой проекции ну и на этом пожалуй все если это видео вам понравилось обязательно подписывайтесь если еще не подписаны и ставьте лайк на это видео с вами был арталаски пока